Продолжаем речь про химический состав лекарственных растений, часть 2. Дубильные вещества, или тониды, содержатся почти во всех растениях, больше всего они накапливаются в коре и корнях. Это неядовитые химические соединения с характерным вяжущим вкусом, многие из них обладают р-витаминной активностью. К ним относятся катехины, содержащиеся во многих плодах и ягодах, особенно много их в ягодах рябины и листьях чая. Дубильные вещества и растения, содержащие их, используются наружно как вяжущее и бактерицидное средство при воспалениях в полости рта и глотке, ожогах и кровотечениях. Кроме того, тониды применяются при отравлении тяжелыми металлами и алкалоидами. Флавоноиды — это гетероциклические соединения, плохо растворимые в воде и имеющие желтую окраску, за что они и получили такое название, «флавум» по-латински означает «желтый». В последние годы этой группе природных веществ уделяется особое внимание, создаются новые лечебные препараты. По своему действию они близко подходят к витаминам, активно участвуют в обмене веществ, нормализуя проницаемость тканей и сосудов. Флавоноиды широко распространены в растениях, многие из них способны регулировать нарушенную проницаемость кровеносных капилляров. Эти вещества обозначаются как вещества R-витаминного действия или биофлавоноиды. Применение их одновременно с витамином оказывает благоприятное влияние при лечении таких болезней, как нефриты, гипертония, ревматизм, болезни печени и желчного пузыря, кровоточащая язва, двенадцатиперстные кишки, различные воспалительные процессы, глаукомы, кожные и инфекционные заболевания. Положительно действуют R-витаминные вещества при различных лучевых поражениях, лучевые отеки, кровотечения, в качестве лечебного и предохранительного средства. Наиболее ценными препаратами R-витаминного действия считаются чайные катехины, флавонолы, кверцетин и рутинные витамины R из шиповника, получаемые нашей медицинской промышленностью из растений. Среди различных природных веществ, широко используемых в медицине, в последнее время привлекают к себе внимание кумариновые и фурокумариновые соединения. Среди этих веществ многие обладают очень ценными свойствами спазмолитической, антимикробной и противоопухолевой активностью. Интенсивные работы по изучению активности кумаринов ведутся в России, США, Италии и других странах. В настоящее время кумарины обнаружены в 1626 видах высших и низших растений. По обилию видов, содержащих кумарины и закумарины, особенно выделяются семейства зонтичных, рутовых, бобовых, камнеломковых. Эфирное масло — это сложные смеси различных химических соединений, обладающие своеобразным запахом. Они состоят главным образом из терпенов и их производных. Растения, содержащие эфирное масло, широко применяются в медицине, главным образом благодаря ароматическому и противомикробному действию. Так, например, масло полыни обладает болеутоляющим свойством, на сердечную деятельность влияет камфора, получаемое из пихтового масла, бактерицидные, противоглистные свойства имеет масло из коры березы. Кроме того, эфирное масло многих видов растений находит широкое применение в парфюмерной, ликерно-водочной и пищевой промышленности. Эфирно-масличные растения, наиболее часто применяемые с лечебной целью следующие — мята, душица, тимьян, лаванда, полынь, шалфей, роза, герань, можжевельник, пихта, кориандр, береза, анис, укроп, валериана, пижма, доник, лимон, мандарин.